Инструменты И сколько ты поставишь звезд моему альбому Когда услышишь это, а услышишь по-любому Когда бессыры-буры поменялись мы места Когда ты на сцене, а я деваю в зайку Читай мне, а я буду обсуждать В какой руке лучше микрофон тебе держать И почему 12 песен на твоем альбоме Я потратился на диск и теперь в обломе Почему совместники с этими анистериями Во втором треке гонишь, ритмы не по теме По моей системе балов ты Обожался парить с этими стихами Каши мы не сварим Уважаю творчество, уважаю качество Но то, что кинул район, это предательство Мое мнение, хотя не знаю я детали Просто мы с друзьями тебя обсуждали Критики, приготовьте пакетики Сейчас пойдут назад ваши десертики Не будет лирики в этом концертике Только грязь и только пинки Критики, приготовьте пакетики Сейчас пойдут назад ваши десертики Не будет лирики в концертике Только грязь и только пинки Они твердят карандаш, поменяй студию Они хотят, чтобы тело больше интерлюзий Я знаю, все имеют мнение и все мы люди Но справедливо нас только на том свете судят Какие снимем клипы, какие пишем песни Какие носим шмотки, с кем за руку ходим вместе Имеем ли пороки, уважили сроки С выходом релиза и у каждого свои капризы Я смотрю сюжеты, а не часть куплетов Я слушаю музыку, а не инструменты Я слежу за творчеством, а не за артистом Для меня важны поступки, а не лицо чист Критики, приготовьте пакетики Сейчас пойдут назад ваши десертики Не будет трубака и 50-центика Только грязь и только пиньки Критики, приготовьте пакетики Сейчас пойдут назад ваши десертики Не будет жейсинг и Эминенник Только грязь и только пиньки Смотри, там плейут облака А вы послушали песню не очень хорошую Но зато классная про критиков итак приветствую друзья сегодня 12 у нас февраля 12 вчера было 11 вчера 10 сегодня 12 а завтра 13 а почему завтра 13 потому что сегодня 12 а если завтра будет 13 что будет не приведут стиральную машинку у меня же у меня же буду вчера сломал стиральную машинку samsung стиральную машинку которая проработала 10 лет как бы у меня там проработал три с половиной года до меня еще работала поехали покупать вообще жесть конечно конечно продавцы чаще всего встречается от бога приехали аж не знаю там аж затошнило от продавца в общем поехали вам видео ну и мы видео конечно просто не тошнило новым видео нам про пидоли не про пидоли уме потому что нам про пидоли знаете что рассказать мне рассказать короче куда хайер потому что у них нифига нет ни л джи не samsung для меня стиральная машинка тела джи либо samsung все остальное шляпа а как же канди жапанде когда только как саша да еще что-нибудь да без разницы в общем купили хайер приехала ли домой вот за 2 даже позавтра у нас точнее завтра должны установить и тут жена стала читать отзывы ой отзывы плохие а на секундочку как вы думаете сколько стоит сейчас стиральная машинка пятнадцать тысяч не нифига 20 тысяч не не нифига нефига мимо 30 тысяч не 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 мимо 40 тысяч вот там совсем это 40 тысяч мимо 45 не 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 мимо мимо 50 не не мимо 60 я же вам говорю мимо мимо 70 вот в точку попали 70 тысяч стоит стиральная машинка и у меня все пытается убедить что ремонт техника и мебель обходится очень дешево но 70 тысяч стиральная машинка ребят 70 тысяч ну там более-менее нормально чтобы взяли да чтобы она там сама взвешивала сама что-то еще и там еще то ну короче нормально взяли стиральную машинку как бы но почитали отзывы нифига себе такие отзывы нифига себе думал вот это думаю да ну бывает такое бывает ночью бывает думаю но опять же еще повторюсь в эти тот самый случай когда ты берешь телевизор ты можешь подождать недельки две-три там под заказки могут привести там как то что тебе нужно а как ты берешь стиральную машинку когда особенно стиральная машина сломаналась ты берешь и сразу стараешься взять тоже что есть и что не так долго ждать но то поэтому получается поэтому купили стиральную машинку приедутся но это конечно дешево удовольствие ну да ладно бывает да ну похвастаться их хватит да это вопрос что ты себе купил на дорожение ну вот стиральную машинку себе купил на дорожение нормально все короче поехали мы вчера женой после того как следить на природу поехали мы вчера вот раньше был лексус центр а сейчас вместо лексуса сделали exit но икси иксидище ну поехали в exit короче решили посмотреть меня потому что жена говорит болеем максим ну вот у тебя porsche cayenne нормально все на хрена тебе присаживаться на китайца у тебя как были люди которые завидуют тебе потому что красивая молодая жена потому что мы живем с тобой в гармонии счастлива живем с тобой в сочи они так и будут ну чё ты под них постараешься ну нравится блин езди на porsche cayenne там ну-ка ну в крайнем случае как бы как все нормальные люди на audi q8 но в крайнем случае на тебя брать короче поехали мы с ней вдвоем поехали и сели в салон икси тирекс я сейчас до этого никак в жизнь даже не садился осели так на этими жена год блин классно год но реально это удобно будет серьезно прям удобно как прям классно прям посидели там до включил карплеер работает все на русском да конечно качество экрана похуже чем на porsche cayenne однозначно похуже чего porsche cayenne но в целом если взять по салону там да блин все хорошо сделано вся прям реально хорошо особенно для переднего пассажира там всякие то атаманки все выдвигается масса заки тердя заки ну ну реально круто ну ну серьезно прямо очень круто ну в общем сейчас посмотрели 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 и моя жена говорит блин это как бы ожидала что будет все немножко не так как это ну знаете это даже даже удивилась прям реально и знаете про что говорю поймал себя на мысли многие пишут из вас там вода это китайская шляпа китайская хрень при этом как бы многие пишут это владельцы не знаю там может быть тойота там там 70-летний там может быть сам свежий toyota можно ну я могу сказать так даже я человек который последние четыре с половиной года проездил на премиальных немцах при том хороших там комплектациях там все я могу сказать у меня китайца вот этот exit меня очень удивил а те кто люди пишут всякую дрянь вы наверное даже даже не присаживались тест-драйв я конечно не прошел но вот я думаю пройду тест-драйв то мы сегодня поеду на всякий случай но так вот именно там посмотрел там музыку включил там не за этом сиденье вот удобства до руль это так просто тактильное восприятие ну реально понравилось ну как бы даже после porsche cayenne офигенно поэтому не знают когда вот люди пишут про китайцу да например там экси там шляпа до материал эти я хочу вот вопрос хотел узнать на чем интересно вы передвигаетесь на чем вы ездите что вы пишете я просто я просто офигел говорю просто говорю даже после porsche cayenne даже моя жена как бы мы просто мы до этого смотрели джели манджара смотрели ну не зашло манджара прям не мнение не зашло ну как говно короче какой-то ну реально говнище понимаете вот не зашло по качеству материалов зашел это ziker x прям хорошо зашел и вот мне ляйсан нравится на ли сам блин это слишком он дорого слишком хорошо смотрится тут как бы получится применяешь шил на мыло получится одну тут как будто ничего не менял потому что ляйсан ли 7 ну реально очень круто смотрится а вот здесь вот мы не знаю exit наверно наверное за эти деньги которые предлагают конечно в краснодаре предлагает дешевле здесь там ценник непонятно в 5 700 в краснодаре 4 350 может быть если я еще с одной из этой мысли пересплю если вдруг не приду мы после тест-драйва вполне возможно куплю а те которые пишут всякую дичь ну ребят ну я-то знаю что вы-то пересаживаетесь не с бонтиаги вы не пересаживаетесь-то не с калианом rolls-royce и так далее вы пересаживаетесь от такого говна какого-нибудь ну вам вы должны быть стыдно такое писать но я серьезно говорю стыдно должен такой писать ладно давайте мы с вами переключимся к нам вернемся к нашим бараном да и давайте попробуем пробежаться видите живой здоровый вчера вот немножко потом зрями встретились да огромное спасибо всем своим моим друзьям которые пришли которые поздравили прямо огромного спасибо в общем хорошо сейчас там да как бы немножко на природе побыли погода была про супер вчера была погода в это время плюс 18 градусов а сегодня плюс 20 градусов поэтому как бы сами понимаете ну что у нас вчера хоккейный клуб сочи сразился с хоккейным клубом с к а санкт-петербург и что вы думаете что у нас получилось 18 леопарда блин проиграли ну как бы отодрали как как кошек понимаете ну бывает не без этого сами понимаете ночью всем всегда всем выигрыш нет конечно не всегда всем выигрывать ну так вот так в сочи внедорожник сбил десятилетия мальчика на самокате ну бывает такое там как бы показали видео но я еще видео не смотрел пока не буду комментировать потом мы потом перейдем когда в телеграм-канал и там я уже посмотрю как бы почему и как все ну вопрос где там была мама ребенка на самокате ну где это было баба в сочи в результате дтп скончался мужчина короче мужчинам не тоже даже как бы не состоянии не несуя дтп вот как бы мужчина ехал ему стало плохо он свернул и врезался в стену ну и соответственно все и умер как бы просто изначально стало плохо за рулем но и все последствия как вы сами видите не очень хороший а в турции опять прошло и произошло землетрясение 5 баллов там ничего пока еще про новые разрушения нам не говорят а в парке ревьера начался кубок юных чемпионов но что как бы у нас отмечает десятилетие десятилетия прошедшие олимпиады самой дорогой олимпиады в мире из в истории олимпийских игр ну и конечно была самая травмоопасная олимпиада много билось много чего но в то же время самая прекрасная прошла олимпиада ничего только стоит мишка который плачет это же круто же очень круто поэтому все хорошо прекрасно замечательно массовую лыжную гонку лыжня кубани в горах сочи приручили к юбилею красота олимпиада вот так вот сочи создадут единую единую морскую набережную который будет идти именно от пляжа мамайского вниз тонн пляжа ревьер хотя за только я не понимаю как они это сделать там есть много много же по дороге ведомство к санатории но идея хорошая есть понимаете идея хорошая есть поэтому посмотрим что за это получится вот собачки как и бывает такое больше 20 электричек отменили в сочи за вчерашний день потому что у нас опять сошел сельсия хотя погода была хорошая прекрасно не замечательная в 10 февраля в армавире прошли 31 сельские спортивные игры кубани чтобы понимали спортивные игры там не в городок играли а это боролись дрались там понимаете только такие прям уже жестко было прям жестко 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 было поэтому вот так вот играть и наши студенты заняли соответственно два призовых места два призовых место за не лиза да да кстати вчера много мне про änне бар этот звонков был вопрос шаре хотел на свое дорожение по хотел немножко отдохнуть поэтому если вдруг трубку я не взял выше меня извиняете просто бывает знаете как бы хотелось отдохнуть я вчера не камеру в руки под мне брал ничего как бы ну вообще ничего понимаете просто хотелось взять и немножечко отдохнуть. Бывает же такое. Просто хотелось. И от камеры отдохнуть, и всего там, не знаю, там. Я провел вчера день рождения так, как и хотел всю жизнь. Я провел на природе, ели шашлыки. Соответственно, я, как всегда, взял все с запасом. Целая куча мяса принес домой. Целая куча пива принес домой осталось. Целая куча, не знаю, брал, потому что я вчера с собой, там, пятилитровый там, пацаны думают, будут пиво пить. А у меня там пацаны приехали все, не пьющие. Взял 10 бутылок-полторашек разливного, безалкогольного. Вы можете себе представить? 10-полторашек безалкогольного пива. Ну и 10-полторашек алкогольного пива. Соответственно, по алкогольному пиву осталось в разы больше. Ну и, в общем, вот, как бы так, брал очень много мяса, все брал, мясо и курицу. Все, все брали. Ну, вот, много чего осталось. Хотя, в принципе, народу было прям много там. Единочасно, человек 20 даже было. Ну, вот, как бы так, что получилось, то получилось. Ладно, давайте перебежим с вами немножко в другое. В другое. В другое. В Сочи мужчина напал на собаку с молотком. Инцидент произошел, зафил камеры в Красной, ой, на Красной поляне. Представляете себе? С молотком. Ни фига себе. Ну, значит, так, подробности ДТП. Установлено, что 31-летний водитель Лексуса обгонял автомобиль, остановившийся на красный сигнал перед цветофором, через несколько метров сбил мальчика, который на самокате выехал на проезжую часть. В отношении мужчины составлено сортирный протокол. Также проводится проверка. Ему грозит лишение права управления на срок от одного до полутора лет. Слава богу! На одного водителя Тойота станет меньше. Ну, Сак, на секундочку, да, почему сбил? Все стоят же, как бы, ну, как бы, а это решило-то по обочине, там, немножко обогнать, и все. Ну, вот здесь прям вид вина Лексуса прям стопроцентная. Ну-ка. Нифига себе! Нифига себе! Слушайте, ну, там прям жестко. Да, просто, получается, пока все стояли и ждали, он решил, что он самый хитрожопый, решил обогнать. Офигеть! Вот это да. Так только владельцы БМВ и могут, ну, нифига себе! Офигеть! Ну, ладно. Вчера, короче, перед поворотом на Мацесту столкнулось два автомобиля. Притом, столкнулись довольно-таки жестко. Там даже были и травмированные. Ну, тоже жестковато же, жестковато. Ну, что у нас еще? Водителю стал плохо, зарулен, протаранил стены. Ну, это нормально, как бы. В Сочи пенсионерка решила присвоить себе чужую сумку с золотым, ой, золотом и с телефоном. Золотом и с телефоном. В Сочи спасли пьяного рыбака. В субботу, днем, 10 февраля, прогуливаясь по набережной реки Мацеста, прохожие заметили, сидящего в русле усмир пьяного рыбака, у которого уплыл рюкзак. Женщина поспешила ему на помощь, чтобы... Ну, ладно, бывает такое. Рассеян дачного вора поймали в Сочи. В Альдерском районе задержан ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчина проник на чужой участок, проделал дыру в... Короче, бред какой-то, да? Знаете, вот раньше такого не было, да-да. Раньше такого не было. А сейчас почему такое пошло? Ответ очень прост, потому что... Потому что, знаете что? Потому что есть моменты. Вот есть определенные моменты. Сейчас, все равно, кто бы что ни говорил, некоторые стали гораздо хуже жить. Ну и, соответственно, воровство у нас все... Все у нас просветает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы делаете мыло в форме детородного органа? Стеняясь спросить, а чем? Попу мыть. Нифтяк, да? Шутка дня будет. Нет, это, кстати, не шутка, это нормальный запрос был. Это, вы думаете, это анекдот или шутка? Нифига. Это просто люди у нас сходят с ума. Представляете себе? Ну реально, сходят с ума. Им нужна она, им не нужен он. Значит так, что у нас сегодня? У нас сегодня надо вам показать квартиры. Первая квартира. Бюджетные варианты, апартаменты, которые у нас можно купить за 3,600, за 3,800, да, в зависимости от метража с ремонтом. Второй вариант, ну немножко ценовая категория другая, тоже апартаменты, но лазурный берег 2, да, как бы, вот тоже напишите, вот что лучше для вас загрузить. Лазурный берег 2 апартаменты, либо же, или же апартаментный комплекс «Последний путь нахрен», который называется, прям так, «Последний путь нахрен», где можно купить за, там, 3, чуть больше, чем 30,5 миллиона рублей квартиры с ремонтом. Вот что для вас лучше и ценнее? Вот, напишите мне, я то и выложу. Теперь опять же, да, что у нас еще? Что у нас еще? Что у нас еще? Что у нас еще? Да, ничего такого особого нет. Знаете, вот прям погода, прям огонь еще, да, прям погода, прям прекрасная, вот я вот серьезно говорю, прям вот, не знаю, там, вышел, у меня прям настроение прям аж поднимается. И вот тогда такая погода, да, просто хочется, прям, не знаю, там, хочется поснимать для вас много чего. Сегодня тоже стою перед выбором, что сделать. Сегодня, по идее, надо сюжет снимать про ремонт, да, во сколько уже обходится ремонт, это первое, на примере двух квартир в Адвере. Второе, есть вариант, знаете, что сделать? Есть вариант для вас поснимать дома интересные, красивые, это второй вариант. Третий вариант, знаете, пора ехаться по ФЗ-шным объектам, поснимать их, чтобы у вас у всех пригорело в комментариях, чтобы не сказали, нифига себе, какие там у них цены, скажут, вот это да, скажут, вот это, вот это вот да, вот, вот как бы так. Я вот думаю, что лучше сделать такое, чтобы у вас бомбило, но не сильно бомбило, понимаете, чтобы бомбило вас в меру, потому что, я говорю, когда я даже, я смотрю цены на те самые объекты, которые строятся по ФЗ-214, даже, даже у меня легкий такой, получается, сумасшедший припадок, потому что, ну, я не понимаю, за что такие деньги, да, например, смотрите, я недавно снял для вас квартиру, в комментариях все отметили, что это реально круто, квартиру в жилом комплексе, который называется у нас Бачаров-Маяк, квартира видовая, да, с потрясающим видом на море, на горы, ровная поверхность, да, все, ну, реально классно, классно, за, получается, 315 тысяч рублей за квадратный метр, это ремонт, техника и мебель, ну, и, соответственно, как бы, отправил я тоже своим клиентам, все, оказывается, там погулять негде, ну, ребят, я открою вам маленький секрет, в Сочи вы особо нигде не погуляете, если вдруг вы не живете вдоль курортного проспекта, вот, если вы живете где-нибудь вдоль курортного проспекта, то еще прогуляться можете, ну, и, опять же, да, там, либо Торпат Здоровья, Терекун, либо еще, а если гулять, прям гулять, это вам нужно вот здесь, вот, здесь вот, недавно мы продали квартиру, квартира в старом доме, в старом фонде, квартира площадью, получается, там, 60 квадратных метров, продали ее за 24,5 миллиона рублей, с ремонтом убитым, с ремонтом убитым, с никаким, чему я это все говорю, если вам нужен хороший, классный ремонт и все остальное, то, извините, надо подальше от этого, да, и площадь нужно больше, а здесь, да, хоть кто-то из вас и в комментариях пытались захейтить эту квартиру, ну, которая от парка Ривьер находится в 20 метрах, но, если бы я стоял бы перед выбором, да, вот сейчас, да, в пределах, там, 25 минут было что-то купить, я бы тоже ту квартиру бы забрал, не знаю, квартира, кстати, она продалась всего лишь за неделю, понимаете, почему, ну, потому что ремонт всегда можно сделать, а локацию ты никак в жизни не поменяешь, да, если ты, например, сейчас взял, например, где-нибудь там неудачно, да, то все, бесполезно, поэтому, поэтому, вот, как бы так, и, кстати, я показал тоже хорошую вам квартирку по поводу того, что там, там тоже многое возмущались, за 21 миллион рублей, такая трехкомнатная квартира, вот, на улице Исаульника 4, дроп 3, там, где у нас находится жилой комплекс Южное море, тоже, нам начали там в комментариях, знаете, писать себе какой-то срач, но я могу сказать так, каждый день по этой квартире интересуются и названивают мне риэлторы, потому что риэлторы, которые живут в Сочи, они понимают, что эта квартира ниже рынка, она не понимает, что это реально крутое предложение, а вот, вывод, который простые, обычные обыватели, они недопонимают, потому что, знаете, вот как у меня вчера, с Чехии, который, алкаш, да, который перебухал, и нафантазировал, что он себе купит дом в Сочи, там, на 700 земли, там, все, там, за 10 миллионов, вот, как бы, такое, да, он вчера все-таки вышел на связь, после того, как посмотрел видеоролик, типа, короче, ну, как только я его, ну, такое, видно, что, как бы, парень, алкаш, реально, много бухает, вот, бухать вредно, сразу говорю, ребят, бухать вредно, потому что, когда вы бухаете, вы попадаете в другую, параллельную реальность, вот, если хочется попасть в другую, параллельную реальность, купите себе, за 350 тысяч, те самые очки, 3D очки, от, от, Apple, да, и тогда все, обухать не надо, ну, и все, он там, вот, там, вот, ну, я говорю, вот, вы, говорит, меня назвали Балабула, ну, конечно, вы Балабул, говорю, я говорю, покажите мне ссылку, хотя бы на один объект, который вы скажете, что вам, вам риэлторы предлагают за 10 миллионов, целую кучу вариантов, и так далее, я говорю, вы же не прислали, он, э, э, и все, и все, ну, я, наверное, знаю, потому что, говорю, когда, ну, ко мне, ну, в основном, короче, ко мне обращаются, когда нужно, там, либо под дом подобрать, либо еще что-нибудь, в основном, ко мне обращаются мои коллеги, потому что никто этими домами не занимается, очень много всевозможных, кидал вас домами, очень сложно всегда, и все, например, сейчас мой друг поехал, снимать дом, который для вас надо за 35, он говорит, Макс, а с кем ты общаешься, там, я говорю, в смысле, он говорит, ну, почему вот я приехал, вот смотри, в базе у нас, в Недвиксе, дом стоит 45, а я его увидел у тебя на канале, говорит, мне он понравился, я приехал снимать, и мне тоже, говорит, продавец, говорит, а ты, говоришь, 35, как так получается, я говорю, так получается, у меня, есть свои договоренности с продавцом, ну, и все, а так, да, везде в базе он 45, а я продаю за 35, он говорит, и что, как же, говорит, я сниму, говорит, и скажу, что, как бы, покупаете у меня за 45, а у Коломейцева 35 он стоит, я говорю, ну, да, может так, ну, в общем, как бы так, а почему у меня там, как бы такая цена, ну, потому что я этому застройщику много чего уже продал, есть у меня свои договоренности с ним, он сказал, твоим клиентам продам дом за 35, все остальные продают за 45, понимаете, таких вариантов у меня очень-очень много, ладно, что там у нас еще интересного, что у нас еще интересного, нифига себе, тут вы все разворачивайтесь, да, что же еще интересного, интересно, наверное, сегодня надо съездить еще в Адлер, блин, с Олегом пообщаться, потому что я давно уже, ему обещаю, ну-ка, ну что, все, да, ребят, кстати, когда вы тоже меня интересуетесь по поводу взять квартиру без первого взноса и так далее, да, все можно делать, можно взять квартиру без первого взноса, можно все делать, но нужно иметь в виду, что это будет ложиться все на вас, та самая ваша социальная нагрузка, например, если вы с первым взносом, да, вы считаете, там, сделали, например, 30% первого взноса, то у вас тело кредита становится меньше, и, соответственно, у вас переплата меньше, когда делаем без первого взноса, да, с виртуальным все, то у вас платеж будет реально больше, вы готовите здесь и сейчас, но проигрываете в долгосрочном, понимаете, поэтому есть определенные моменты, есть нюансы, имейте это в виду, мы можем делать без первого взноса, но как правило показывает, как бы, потом люди там буквально через полгода взывают волком, начинают выть, того, что не могут вывести те самые ежемесячные платежи и так далее, но как бы волшебства, понимаете, не бывает, за все в этой жизни нужно платить, соответственно, сэкономили вы сейчас, да, там, да, придете в квартиру за 10 миллионов, да, как бы, одно дело, когда у вас остается 7 миллионов рублей, вы 3 миллиона рублей вносите, а другое дело, когда у вас там, блин, когда у вас все 10 миллионов, плюс все надо делать удорожание, плюс еще там, у вас там просто жесть что происходит, мы-то делаем, но я против этого, я считаю, что вот если хотите взять ипотеку, то действительно нужно иметь хотя бы 20% первого взноса, без первого взноса брать ипотеку, это утопия, там и удорожание, и все остальное там происходит, вот как бы так, На этом с вами прощаюсь, вам всем прекрасного настроения, вам всем добра и пока.